Ну, это у нас азбука вкуса. Ну, смотрите, в общем, мы начнем дата производства, упаковка. Ну, как всегда, ребят, ну, вот как всегда. Вот это вот злодейство, как они любят. Причем, дело-то тут на самом деле цена 2,5 тысячи за килограмм вот это, да? Нормально. Дата производства тут нет, упакована только, и все. Вот, пожалуйста. Ну, что, я хочу сказать, что мы сейчас немножечко пройдем, посмотрим, как они тут все продают. Нарежьте, нарежьте, пожалуйста. Нарежьте, нарежьте, сейчас я подойду. Ну, хорошо, как получится, так и сделайте, хорошо? 150? Да, 150, можно чуть больше. Отойдите мне хлеб, вот, пожалуйста, вот этот. Который, я реклама? Да. Чуть-чуть. Чуть-чуть мы прошли, и вот, вот, серьезно, почти нигде, почти везде отсутствует маркировочка. Это первый такой, знаете, маленький звоночек к тому, чтобы насторожиться. Вот, салатики, пожалуйста. Вот, вот, просто вот идешь мимо и видишь салатики, да, стоят. Ребята, салатики должны храниться в холодильнике. Что они делают на холодильнике, я не понимаю. Причем, смотрите, тут даже, ну, полной информации нет, они их обрезали как-то. 12 часов, а как должен он храниться, нет. В любом случае он должен храниться в холодильнике. Дата-производства нет. Это не их производство, это по-любому не их производство. Это халтура. Девушка, можно вас? Кто здесь? Я. Подойдите, пожалуйста. Дата-производство есть, 26-е, упакованно 27-го. Проверим сейчас. Дата-производство 26-го, упакованно 27-го. Вот, тебе не выхажешься похожим? Одинаковые? Одинаковые, одинаковые. Просто здесь нету даты производства, а здесь есть. Как нету? Ну, может, забыли. Ну, может быть. Дайте мне, пожалуйста, аннотацию вот от этих вот мидии и... Шупальца. Шупальца кальмара. Анотацию. А я где возьму. Ну, где хотите. Я не знаю, как у вас там, где что находится. Дата-производство отсутствует. Ну, смотрите, но вот это не продают, да? Вот скажите, вот тут я вижу у вас студень мясной. Он на вашем производстве? Вы его здесь сделали? Нет. Нет, привезли. Ну, вот, пожалуйста, распасовали, но не сделали маркировку. Жду аннотацию вот на эти три продукта. Да. Давайте посмотрим. Как тебе салат, нравится Оливье? Как он выглядит? Это уже все списывали. В смысле списываете? Вот дайте мне Оливье посмотреть. Оливье, салат прям вытаскивайте, дайте посмотреть. Он не запакован, да? Это я только открыла, уже списываю все. В смысле списываете? Мне нужно... Где аннотация? На Оливье. Она должна быть здесь, вот сразу. Я должен ее сразу увидеть. Аннотацию и всю маркировочку. Почему нет? Я вам говорю, когда вот пришли, вот продавец здесь было бы, она показала. Продавец уходит, отдел закрывает. Доступ ограничивает, чтобы люди не зашли сюда. Но я же это даже забыла. Но я-то при чем здесь? Я увидел, я хочу салат, и все, я не смогу его есть. Но он с виду... Вот на Меде... Он даже с виду, короче, заветрено, вот видно же. А... Дайте Медеи посмотрим. Вот на Медеи... Это на основном, да. Медеи в масле. Гони до 26-го. Это изготовление... Так, сколько здесь вес? 0,6. Здесь Медеи у нас сколько вес? 230. А там Медеи. Это те же Медеи. Вот. Там хотите сказать полкилограмма? Взвесите, пожалуйста, вот те Медеи. То есть они хотят сказать, что это полкило всего у них. Всего было Медеи. Сейчас мы проверим. Сколько в одной этой только? Вот здесь у нас 230 грамм. Это 224. Это не Медеи, сейчас 230. И здесь 230. 400. Вот смотри, уже 460 и еще вот это, полкило примерно. Тут уже больше в два раза, чем у них на аннотации. Тут 1,6 кг получается. 1,6 кг? На этот, на этот нету никакой ни маркировки, ничего нет. Это про срок. Это про срок. Не, убирайте, выкидывайте сразу. Сразу, сразу, оливее прям выкидывайте. Он на вид заветренный. Ну, так и так уже списывается. Вот, давайте списывается. Не, а расскажи мне про булочки. Ну, смотри, булочки это не их продукт. Они их здесь не пекут. Понимаешь? А вот, да ладно. Они также проходят дефрустацию. Дефрустацию, размораживание. Да. То есть, если это не их продукт, они должны продублировать, правильно? Дату производства, общую срок годности. Они здесь не продублированы. Дата производства пустая. А упаковка, это реально, когда просто мне взяли из прилавки и упаковали? Да. То есть, неизвестно, когда произведем. Да. То есть, ты здесь не получаешь неполную информацию. Это в нарушении законодательства, это некачественный товар. Поэтому я и взял. Так. Ну, что, у нас есть... Что у нас тут есть? Ну, дата производства есть? Смотрите. Нет, конечно. Я просто видел, за этим прилавком другой человек работал, правильно? Он работает только с помощью. Владимир. Владимир, здравствуйте, Владимир. Добрый день. Здравствуйте, Владимир. Он, наверное, хочет с нами пообщаться? Да, я хочу пообщаться, безусловно. Вы здесь продавец? Был когда-то, два месяца назад. А, в смысле, в отделе мяса. Да, в отделе мяса. Был два месяца назад. Сейчас я на воде. Я понял. Давайте по свинине. Но тоже опять, смотрите, даты производства нет. Вот вы, когда продавали здесь, у вас так же было? Не было даты производства? Конечно, конечно. Дата производства на росте керах. Почему у вас нету даты производства? Я вам сейчас покажу родную. Нет, я его говорю вот здесь. Вот здесь почему нету даты производства? Какую дату? Я вам сейчас здесь покажу. Да мне не нужна она здесь. Я вашего коллегу... Это родная аннотация. Я ваша... Стоп. Я вашего коллегу. Именно вот за такое вот привлек с помощью Роспотребнадзора и наложили штраф на нее и завели административное наказание. До 20 тысяч рублей. Мы вас знаем. Мы вас знаем. Мы видели ваши видео в ютюбе. Три килограмма. Три килограмма. Ну, вес у них у всех разный, производный. 24-го. Место положи. 31-го. Но оно в рамках. Я так понимаю, тут в правилах тыкать и грубо общаться, да? Мы так же... Мы так же... Нет, но я вижу ваше корпоративное общение, поэтому я тоже буду с вами сейчас. Ну, мы вам тоже будем тыкать. Дело в том, что я в гонениях. Вы в гонениях? Да. Но вы работали здесь. Я работал здесь, меня отсюда сняли ввиду того, что я отказал директору торговли по срокам. Директору отказались? Да, да, да. То есть директор вас спросил, чтобы вы продали? Не просила, а заставляла угрозой увольнения. Очень интересно. Хорошо, сейчас подождите. Вот смотрите, я вот просто знаю, что Владимир более ответственный человек. Вот смотрите, вот есть подозрение, оно темное какое-то, да? Да. У меня есть подозрение, что оно не свежее. Как мне определить, свежее оно или нет? Да, безусловно. Только через видеокамеру. Вот это... Почему? Перестикеровано. Перестикеровано. Почему? В смысле? Вот у нас есть маркировка такая родная. Как ее избавиться от нее вообще? Невозможно. Вот она и есть родная, да, такая? Да, это родная. Это аннотация родная. Родная? Да. Она подходит, в принципе, под это мясо, и у них по весу тоже подходит. Да, да, да. Вот таким образом это берется, снимается. Тележка где? Понимаете? Угу. И так дальше. Снимается. И накладывается новый стикер. Новый стикер. Да. То есть, когда распаковано? Да, да. То есть, вот она годна до 31-го класса. Они могут наврать? То есть, допустим, не 26-го распаковали они ее, а 22-го. Да. И перестикеровали. То есть, вы ответственны, как работник, который здесь работал, можете об этом заявить? Только не 26-го, потому что он пришел в 24-й. Ну, допустим, в 24-го. Да, 24-го, там, или 25-го, да, его... Распаковали. Да, вскрыли. Он не продался два дня, или там день, знают, что, да, не будет, не продастся следующий день. Они его перестикеровывают. И новый клик. Вот товар. То есть, я даже... Вот, понимаешь, Владимир, я даже не пойму, свежий это продукт или нет. Даже вот со теми навыками, которые у меня есть, что я попрошу, ну-ка, дайте аннотацию. Мы все вместе взвесим, общий. Он, безусловно, трехсуточный. И все равно не смогу понять. Вопрос просто, зачем это? Вот азбука вкусов по марже, место номер один занимает по всем магазинам. То есть, они зарабатывают больше всех денег среди всех ритейлов. Зачем им это надо? Ну, я вас уверяю, что прогон просрока – это слишком большой кусок, чтобы азбука отказалась от этого. Отказалась. Это большая, кстати, от дохода. Надо сказать Хакимову и директору большое спасибо. Хакимова – это у него фамилия, место директора действующей. Да, действующий. Она сейчас здесь, Хакимова? Нет, к сожалению, нет. А зам? Зам? Зам, нет. Ответственный администратор? Сейчас пока заменяет старшего кассира. Старшего кассира. Давайте сюда его, старшего кассира. Давайте, давайте. Позовите, пожалуйста. Ну, или вы, Владимир, позовите кто-нибудь. Пожалуйста. Я вижу два работника, кто-нибудь позовите. Грамм 300, звезьте, пожалуйста. Позвали, да, Владимир? Да, да, сейчас. Вот на вид. Как тебе, Володь, посмотри, как тебе на вид язык? Ты любишь язык? Меня он пугает, на самом деле. Но я не знаю, может быть, это и нормально. Вам нравится? Здравствуйте. Внешний вид языка нравится вам? Главное, чтобы вам нравился. А, ну, мне не нравится. Владимир, вы как специалист, как вам кажется? Ну, вы что? Вот как специалист, как специалист, я вам скажу так, что этот товар, язык, вообще не должен быть выложен на льду. Его место, вон он там лежит. А почему не вы здесь? Вы попросите у них, чтобы они принесли вам ассортиментный перечень на льду. Для льда. Или для прилавка. То есть у вас даже... Он правда говорит? Не правда говорит? Мы проверим. Это легко проверяется. То есть этот товар... Вот, смотрите, администратор вы, да? Скажите, вот это маркировка, правильно? Правильно. По закону весь товар, который вы упаковываете и предлагаете потребителю, должен быть промаркирован. Правильно? На нем есть дата. Я вижу. Промаркирован. Скажите, что здесь не хватает? В смысле? В соответствии с техническим регламентом таможенного союза. Что здесь не хватает? Здесь точно что-то не хватает. Вот, на камеру. Что там не хватает? Вот скажите мне, как специалист, как ответственный работник. Вы имеете в виду, здесь не хватает даты? Даты производства. Замечательно. Даты производства делаются на аннотации. Вы не знаете, что здесь должно указываться? Оно здесь не должно. Оно не должно? Нет. Еще один. Вашу коллегу уже оштрафовали за такие знания. И скоро вас оштрафуют. Почему я должен лучше вас знать законы и правила торговли? Почему? А почему вы решили, что вы должны... Как вы думаете, маркировку, которую вы мне предлагаете, она мне дала полную информацию про язык? Так по вашей просьбе вам могут всю эту информацию... Причем здесь просьба. Чтобы не было этих просьб, должны были. Закон установил. Не вы установили, а закон установил, что вы должны их сразу проставлять. Дайте, пожалуйста, аннотацию на язык. А чтобы человек вообще никак не... Не уходите, пожалуйста. У нас к вам очень много вопросов. Мы сегодня замерем у вас весь вечер. А мне... Мне нужен ответственный человек. Звоните. Звоните. Разбирайтесь. Вызывайте кого-нибудь ответственного. Магазин работает до 20 лет. А я приду, когда замдиректор. Я приду. Согласитесь, и все вопросы. Годин. Когда нет никого. Годин. Анастасия. А что вы так взялись-то на него, я не понимаю? Нет. Очень отзывчивый человек. Настя, иди сюда. Другое время. А при чем-то другое время? Как при чем? Я вам больше скажу. Я уже сюда заходил, и у вас маркировки не было. На что не было? Да ни на что не было. На любые товары, которые вы упаковываете. Вы скажите, она где-то есть, а именно у нас ее нет? Она где-то есть. И ваш коллега, которого мы уже привлекли, он уже поменял свою стратегию ведения бизнеса, и теперь там маркировка есть. Почему-то после того, когда я сказал, хотя по факту, когда я с ним разбирался, точно вот так же упирался, а еще и хуже. 29-го. Язы говяжьи. 29-го. Когда его открыли? Тоже сегодня. Ну, на вид я не знаю. Сегодня открыли, поэтому сегодня и выручили, согласитесь. Как он вам, Владимир, на вид? Ну, я объясняю. Значит, он не должен быть на льду вообще. Он в припейке. Пойду, я тебе покажу, где он. Раньше ему все нравилось. Вот он стоит. Не ругайтесь, пожалуйста. Вот он здесь, припей. Что получается? Значит, товар не держится ровно, товар портится. Вот здесь? Да. Поэтому они его туда суют? Да, неважно где. Он развакунился там, да, и все прочее. Чтобы его не списывать. Вот это и есть тоже часть прогона просрока. Его вскрывают и выкладывают на лед. Вот и все. Потому что люди берут лучше нарезанный. Им не нужен большой кусок. Они берут нарезанный. Ну, по красоте он лучше. Ну, вот просто сравнивай. Конечно, лучше. Сравнивай, как бы это темный. Вот поэтому этот остался здесь пока. А этот будет так по мойке лежать. Ты бы какой съел? Вот этот темный или вот этот свежий? Этот бы я вообще не съел. То есть, вот серьезно, по внешнему виду уже не верю, то, что они мне дают. Но вы, во-первых, говорите, что они вот прям так и делают. Безусловно. И вы это тоже делали? Ну, я там, ну а как же? Я вынужден был делать, по страху, мы увольнение. А, то есть, они говорят прям, делайте вот так, иначе мы вас уволим. Дайте аннотацию дайте, я уберу ее. Нет, подождите, подождите, пожалуйста. Я уберу ее. Я вам верну. Не беспокойтесь, я вам верну. Все, они так и не принесли, да, мне? Три аннотации. На самом деле, вот здесь вот сейчас, я просто хочу вам объяснить, просто скрывается жуткий-жуткий, прямо я не знаю, как махинации, как это назвать вообще? Прогон просрока, это по-русски называется. Ваши внутренние терминологии это называется прогон просрока? Да, да, прогон просрока. А все это делают? Все это делают? Да, 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 вот этот вот и веселый тоже это делают. Тоже делает? Да. Вы тоже занимаетесь этим? Вы мусульманин? Да. Мне недавно написал мусульманин один и говорит, Павел, приходите к нам в магазин, потому что меня заставляют просроком торговать. Нет, у нас такого нет. А я, говорит, мусульманин, я не могу делать людям вред, поэтому приди и помоги, пожалуйста. Вам показали? А вы смеетесь, а вы смеетесь. Нет, вам сенсуки показали? Нет, я до сих пор жду. А, ну я не продается этого делал, я что? Ну, тогда не смейтесь, не издевайтесь на человека. Даже если он может быть кажется вам смешным. Вы первые должны были сказать, не издевайтесь. И коллеге своей сказать, чтобы она не обзывалась. Первый. Нет, не дадите. Что данный сотрудник компетентен во всех вопросах, и он все знает. А это уже решу я сам. Как же? Ну, я же оцениваю его деятельность. Ну, вы обрядите нормальные. Я оцениваю, я ценю вашу деятельность, его деятельность. Я сам могу оценить. Дайте мне, дайте мне, пожалуйста. Почему вы именно обращаетесь к нему? Можно вот вопрос спросить? Он что компетентен во всех отделах? Вы можете ответить на все ваши вопросы. В данный момент я нашел здесь 450 грамм мидий, и вот там полтора килограмма мидий. Анотация есть сейчас секундочку? Два килограмма мидий. Анотацию дали на 600 грамм. А вы приходите с утра, чтобы продавлен был на месте? А вы работаете тогда, когда есть все на месте. Ну, просто вы пришли в воскресенье, когда закрывается магазин, вы придите на месте. Все сотрудники магазина Азбука Вкуса, весь вообще персонал проходит менеджмент. Там у них есть прям специальная аббревиатура. Правила менеджмента. В общем, они проходят, а если я не помню, как точно называется, где там прям четко прописано, продукт должен появиться на прилавке после контроля ответственных, только после этого, только после этого он должен здесь появиться. То есть есть ответственный, который сюда его допустил. Они мне сейчас говорят, приходите днем, тогда все нормально, а сейчас все плохо. Может быть, не будете вообще продавать тогда вечером, когда все плохо? Все продается, что хорошего срока бухгалтера, все стоит на витрине. Анотация. Вы сейчас работаете в другом отделе? Да. Вы работали на этом ясе? Да, работал. Я, насколько понял, у вас конфликт. То есть, из-за того, что мы видели, то, что вы рассказали, был конфликт с руководством? Конфликт только в том смысле, что она заставляет, директор Хакимова, заставляет меня торговать просроком. Я был вынужден, да, под страхом увольнения это делать одно время. Потом, когда дошло дело до перестикеровки, которую я сейчас, да, показал, вот, я, естественно, отказался категорически. Все, вот тогда все началось с этого момента. То есть это длится уже примерно около четырех месяцев. Четыре месяца? Да. Когда я уходил отсюда, да, из этого отдела, переводился, я взял вот эти документы оттуда. Они не успели, да. Они не успели их сбросить, они сбросили потом, но это было уже поздно. Я, конечно, плохо понимаю, что здесь. Пожалуйста, я сейчас объясню. Объясните. Вот это, кстати говоря, вот этот документ того самого, простите, того самого смешливого Ерлана, Жолымбетова, вот этого вот, который составлял он там на мясе. Сейчас я вам объясню, что здесь. Значит, вот смотрите, вот Жолымбетов пишет, да. Вот этот документ составляется каждый день вечером перед уходом, да, домой. Значит, магазин работает до 23 часов, мясо работает до 10. Вот эта бумага составляется для тех, кто остался еще вот этот час. Вот этот час до 11. С 10 до 11, да, чтобы по этому документу, да, принимать какие-то действия. Вот тут написано списание. Вот это вот идет списание. То есть это надо выкинуть? Да, они выбрасывают, списывают. А вот написано в холодильник. Это имеется в виду что? Холодильник номер 6. Почему именно этот холодильник? Потому что там же стоит еще и емкость для просрочки. Чтобы можно было в случае вот какой-то проверки моментально сбросить отсюда в эти ведра, как просрочку. А документы они уже доведут. Уже, да, как бы меньше. Да, как бы не вопрос. Так вот, в холодильник. Вот. И все есть список. Почему в холодильник? Потому что здесь оставить нельзя. Потому что товар имеет два срока. Один длинный, основной. И другой после вскрытия. Вот этот товар весь уже не имеет первого срока. Если он из большого срока уже вышел, он здесь не может находиться. В принципе, его нельзя перестикаровать. Перестикаровать невозможно. Только тот, который можно перестикаровать. Возится в камеру номер 6. Для чего? Чтоб завтра, после трех часов, если это будни, понедельник, сорняк, среда, четверг. После трех часов вернуть его сюда. После трех? Почему после трех? Потому что все проверки, здесь так заведено или договорено, все проверки, которые бывают СМК, ПКТ, прочее, 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 осуществляются только до трех часов дня. Вот как они, да? Поэтому после трех часов дня тут делай, что хочешь. И с четверга в трех часов дня... А так мне надо было до трех приходить, да? Да, в любой время приходить. До трех нормально? Нет, в любой время приходить. Ну вот сейчас нормально же. А с четверга, после трех часов дня, пятницу, субботу и воскресенье, этот товар вообще не обязательно куда-либо убирать, потому что проверок не бывает в эти дни воскресенье. Вот эта бумага заполнена была, вот этим самым... Это один человек заполнял ее? Да, да, естественно. Вот я просто, чтобы наглядно было понятно. Вот этим самым верланом. Вот есть такая вот язык, да? Вот у него общий срок до 31-го числа. Да, допустим, они вскрыли его 25-го числа. Вскрыли. За 25-е число они его не продали, поэтому они вечером говорят... 27-го числа я вам не должна упрощить. Поэтому они вечером говорят его поставить в холодильник, чтобы на следующий день поменять стикер якобы сегодня. Я тратил время на СМИ, успокойтесь. Нет, у вас рабочие не закончили. Нет, у вас на выход. Все, теперь я... Тогда не покинем помещение. Мы вас спросим потом, все. До свидания. Мы вас потом спросим, вы расскажете. А скажите, что за перекодирование весов? Что это такое вообще? Так, значит, посмотрите. У меня есть как раз вот то, чего не должно быть у меня и ни у кого из этих работников. Это то самое... Вот оно. Вот это тот самый код. А, это код весов? Да, перекодирование весов. То есть это код, который надо набирать на весах? Перекодирование весов. А где эти весы? Вводишь, да, любые. Вот даже вот эти? Да, любые. Электронные весы. Перекодируешь, вводишь дату, ставишь завтрашнюю дату, да? Завтрашнюю, может, после завтрашнюю дату. Прям сегодня мы ставим завтрашнюю дату? Сегодня, да. И это возможно, если этот код? Да, да, да. В этом код перекодируешь, поставил дату и стекеровал завтрашним числом и вернул опять по этому коду назад. В это же время вот с чего ты начал. Все. Вот, посмотри, поснимай, Владимир, они там шухер наводят, разбираются. Да, да. Все собрались. Я привык уже тут. Они вас ненавидеть будут за это? Они вас будут называть? Они давно ненавидят. А скажите еще, что они вам еще плохого сделали за это? Я слышал, с супругой вас еще тоже как-то они поиздевались. Супругу достали так, что она вынуждена была уволиться. Загнобили, в общем. Да, да, она работала товароведом. И все потому, что причина, потому что она не хотела гнать просрок. Нет, она товароведом. Она просто знает вас. Она просто за меня страдает. Просто как мужа. То есть на меня давили через жену. Вот что они делали. Вот и все. Поэтому она вынуждена была уволиться. Вот эти составляются документы каждый день. Вот их, пожалуйста, я взял несколько штук. Самое главное я хотел сказать. То есть в том, что они гонят просрок именно по мясу, да, вы допустим? В этом участвуют все. В этом участвуют все. Безусловно. В том-то и дело, что участвуют те, кто работает там. Участвуют те, кто вот это вот, да, отвозят по холодильникам. Да? Рассовывают. То есть в этом я уже молчу о том, что все знают. Но непосредственно к этому отношения имеют 15-20 человек. Непосредственно. И почему они все об этом не говорят? И мне жалко других людей. Потому что они с руки у директора едят. И системой, вот этой отченочной системой, спущенной сверху, она контролирует прогон просрок. Она заставляет его. Хорошо. Отченочная система, как и для работников, поэтому не боятся. А сама директор от этого что получает? А сама директор получает, естественно, снижение списания. А списание спущено 2% всего. А, то есть руководство говорит, не более 2% списания? Не более 2%. Их не волнует. Они, в общем, сказали, не более 2% списания, поэтому делайте, что хотите. Не просто делайте, а выдали вот эту систему. Это я к этому как бы пришел. Почему? Потому что я написал массу докладных, начиная от Хакимовой, кончая президентом. Президентом. Азбуки, да. И все, что я получил, не просмотр камер, которые я требовал. Вот эти видеокамеры. Да, да, да. Тут каждый метр. На видеокамерах видно? Все видно. Как они перестикеровывают? Абсолютно. А начальник смены об этом может умолчать? Да, естественно. Охрана этой. Все все знают. Все все знают здесь. Вот, в чем это дело. Но они едят с руки, а Хакимова через эту оценочную систему заставляет людей, ну, плюс там увольнение и прочее, заставляет людей торговать право сроком. Вот она получает уменьшение списания, все равно, конечно, на 2% не попадает никак. Вот, там и 8%, и 14%, там по всякому проценту. Ну, в любом случае, она когда делает хороший результат, ее как-то, я не знаю, мотивирует? Естественно. Во-первых, она ждет все время перспективы роста какой-то. А, то есть, кто отличился, тот растет. Да, любой зам директора, который отличается, как бы, в просройке, он движется. Ну, понимаете, он движется вверх. Почему? Потому что, еще раз говорю, это огромный кусок в азбуке вкуса, это вот эта вот просрочка. Это денег, колоссальное количество денег. По вашему опыту, когда вы этим занимались, допустим, когда вы еще с этим разбирались, сколько можно было, допустим, за выходные реализовать, вот, именно просрока? Вот, вот, примерно, я прикидывал так, значит, вот эти вот, да, рабочие дни, понедельник, четверг, это где-то, вот, от оборота, да, вот, да, от общего. Это где-то примерно 30-50 процентов, это в, это самое, в будни, вот эти. В будни. Что же касается выходные, там до 70 процентов без вопросов. От всего проданного вот этого мяса? Да. В основном все просрочка. Почему бы раз им не выкинуть и переделать машину? Это же касается, это же касается, безусловно, дальше кулинария, дальше рыба, вот та самая Вика Булдаева, которая там больше всех сейчас возмущалась, да? У нее в рыбе тоже. Вот она как раз с рыбой, для нее это вопрос больной. Они с рыбой тоже так делают? Да, абсолютно. Это потом дальше идет по количеству, колбаса, дальше сыр по количеству, как бы, да, по уменьшению, в сторону уменьшения, дальше торт. Может, вы еще что-то хотите, самое главное сказать, что, что не сказали, что надо всем людям знать? Я постраховывался, когда она меня заставляла, Хакимова, или Хакимова заставляла? Да, торговать просроками, в которой я снимаю с себя ответственность, как бы, за... А, заявляет о том, что есть такой момент, я понял. А еще что-нибудь такое можете сказать, что обычному потребителю нужно знать, когда он приходит, во звуку вкуса? Значит, от вас лично. Да, да, значит, во-первых, это просто, значит, в азбуке вкуса, на весовой продукции нечего делать до трех часов дня в будни, а в пятницу, субботу, воскресенье вообще не приходить, потому что просрок идет круглый день, пятницу, субботу, воскресенье. А в будни после трех, получается? Да, а в будни, потому что так договорено, или... С руководством? Да, с руководством, с проверяющими вот этими организациями, значит, что все проверки осуществляются до трех часов. Роспотребнадзор часто приходит в вам магазин? Крайне редко. Причем, вот я как раз писал, был Роспотребнадзор по этому вопросу, но его прихода знали, ждали два месяца. За два месяца до этого. Тут вообще в азбуке вкуса полно всяких таких моментов, типа, как вы говорите, СКТ, СМК, ПКТ. Да, я знаю, что даже слепки с рук снимают. Да, ну как снимают, не слепки, а, ну... Мазок какой-то, да? Да, как это называется? Замеряют загрязненный с рук. Приходит в халате девушка, значит, с пробирочками и прочее, она должна подойти и взять вот этот мазок, да, с рук. Вот, но она подходит и говорит, помойте руки, а потом там есть специальная жидкость для мытья рук, помойте этой жидкостью руки, и потом вы приходите с этим просушенными руками, вот так, и она берет у вас этот мазок. Вот так это проходит. И улочкой вытолочкой. Нормально, система контроля, да? А потом азбука вкуса заявляет покупателям, у нас огромный отбор, у нас огромный там контроль. Вы просто скажите что-нибудь то, что прямо вот разрушит все эти вот мысли, то, что гонит про срок. Вот скажите, мы логически подумаем, да, скажем, да, значит, невозможно такое. Словами ничего не подтвердишь. Не подтвердится. Это документально. А то, что написано Филькина Гранта, это домыслы его данного человека. Нет, сейчас нет уже, потому что время. Кассу надо снять, все уже, магазин у нас закрывается. Нам надо верить, то есть мне надо взять язык, сравнить свежий и вот тот, который мне продали. Даже стикер показали. Нет, я просто сверил их. Один грязный, черствый какой-то, тухлый. Ну, прям по виду противный, а другой свеженький. Ну, согласитесь, он может быть тухлым и грязным. Ну, вот вам показать, вот давайте сравним прямо. Пойдемте сравним. С чем сравним? Свежий язык, который... Мы уже там были, только смотрели. Вот именно, я даже на камеру показал. Вот свежий язык, видно, что он запакован, он не раскрывался. А вот этот по-любому перестикеровался. И там видно, прям, как он потемнел весь. Почернел, потемнел, потому что залежался уже, понимаете? Нет. Я с вами не согласна. Не согласна. Владимир, скажите, пожалуйста, вот все-таки, как-то, я не знаю, подытожить. Любой простой обычный человек, типа вот даже вот такой вот, как Владимир, да, который занимается вот этим всеми вопросами, он не сможет понять, обманывают его или нет, да? Роспотребнадзор сможет? Я понял, он сможет, если захочет. А что ему надо будет сделать, распотребнадзор, чтобы я вот прямо написал? Камеры, камеры, камеры смотреть. Отследить камеры, которые... Больше ничего не нужно, только посмотреть камеры. Вот она, пойди, посмотри. Вот камера, под которой все делают. Вот она висит. Вот она направлена сюда. Здесь перестикеровки, здесь перевод перекодирования висок, там он на полу возле холодильника, разморозка замороженного товара из третьей камеры. То есть вот так обычным человеку невозможно? Обычный человек, ну как, вот, пожалуйста, я же говорю, что вот она, вот на мой вкус, это свинина просрочена. То есть, ну, как минимум, три дня так она выглядит. Свинина должна быть светлой. Она почти как говядина подсвета сейчас стала. Это ей три дня, это значит, как минимум, она второй раз перестикеровка. Ну, всяко, не один день, как должно быть. Конечно, безусловно. Вам большое спасибо за то, что поучаствовали. Я думаю, куча людей будут вам признателем за то, что вы открыли глаза. И обращайтесь вы сами, и куча людей. В Роспотребнадзор надо обязательно, чтобы... Чем смогу, здесь нужно разрешение прокуратуры, и вообще с прокуратурой смотреть камеры. И все, больше ничего доказывать не надо. Все ясно и понятно. Да, они сами могут. Позвали меня, камеры включили, я говорю, что делается. Вот, пожалуйста, вот отвезли, вот привезли. Ребят, мы сейчас на фоне Азбука Вкуса. Это другая Азбука Вкуса, но мы просто, чтобы был фон, хочу сказать вам одну очень важную вещь. Владимир, который является работником Азбука Вкуса, мы за него очень переживаем. Он действительно нам все рассказал, все подробно осветил. И руководство Азбуки Вкуса, конечно, будут для него за это, как минимум, очень злые. И если они уже кучу проблем ему придумали, то они по-любому потом какие-нибудь иски подадут, типа клеветы. Хочу сказать, и Азбуки Вкуса, и всем другим людям, это не клевета, он не наговаривает. Есть куча пруфов, куча документов, я вам продемонстрирую. Это те заявления, которые он отправлял руководству Азбуки Вкуса. Это были и директоры, это были и вице-президенты, это был и самый главный президент. Он всем писал это, всем жаловался, всех просил привлечь как-то внимание, разобраться в этой ситуации. Они не хотели, и, собственно, поэтому Владимир всем им рассказывал, и нам сегодня тоже рассказал. Поэтому, надеюсь, все для него обойдется. И вас прошу поддержать этот ролик, чтобы Владимир не зря, не просто так все это раскрыл, чтобы это получило какой-то резонанс. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо. Спасибо.